Доброго дня! Меня зовут Вика Романова. Видеоуроки мы создаем для того, чтобы, во-первых, помочь вам вспомнить ту теорию, которую вы изучили в школе, во-вторых, восполнить пробелы ваших знаний и, в-третьих, потренировать вас на выполнении заданий аналогичным заданиям в ЦТ. Тема сегодняшнего видеоурока – правописание гласных в корнях слов. И мы рассмотрим. Первое – правописание проверяемых безударных гласных. Второе – правописание непроверяемых безударных гласных. И третье – правописание чередующихся гласных в корнях слов. Так, начнем с проверяемых безударных гласных. Из самого определения «проверяемое безударное гласное» становится понятно, что написание таких гласных можно проверить. Каким образом? Правило гласит, чтобы вставить безударную гласную, надо изменить слово или подобрать к нему однокоренное так, чтобы безударное гласное оказалось под ударением. Например, у нас есть слово «травяной». После буквы «р» мы можем ставить букву «а», а можем ставить букву «о». Что делать? Подбираем однокоренное слово. Например, «травы». Отчетливо слышим, что после буквы «р» под ударением у нас появляется буква «а». Поэтому и в слове «травяной» мы с уверенностью пишем букву «а». Еще один пример. Слово «высочайший». После буквы «с» мы можем ставить букву «а», а можем ставить букву «о». Снова подбираем однокоренное слово. «высокий». Слышим, что под ударением после буквы «с» у нас появляется буква «о». Поэтому и в слове «высочайший» мы тоже вставляем букву «о». А сейчас, пожалуйста, задержитесь несколько секунд на наших примерах внимательно их изучить. Перейдем к следующему пункту правила. Как вы уже догадались, сейчас мы будем говорить о тех гласных, написания которых нельзя проверить. Такие гласные мы встречаем в словарных словах. Даже если вы попытаетесь подобрать однокоренное либо форму слова, все равно у вас ничего не получится. И таким образом вы поймете, что перед вами словарное слово. Написание словарных слов мы проверяем по орфографическому словарю. Но, к сожалению, на экзамене пользоваться орфографическим словарем запрещено. Поэтому, как думаете, что нужно делать со словарными словами? Правильно, их нужно запоминать. А теперь обратите внимание на некоторые словарные, которые у вас появляются на экране, и, пожалуйста, запомните их, либо запишите. А теперь мы перейдем к наиболее интересному и, может быть, наиболее сложному пункту правила. Чередующаяся гласная АО. Написание чередующихся гласных АО зависит от определенных условий. И первое условие – ударение. Это условие относится к корням ГАРГОР, ЗАРЗОР, КЛАНКЛОН и ТВАРТВОР. Чтобы с легкостью запомнить эти корни, я вам предлагаю выучить всего одну фразу. Когда вы вспомните эту фразу, то вы с легкостью вспомните правила написания этих корней. Каким образом звучит правило? Под ударением в корнях ГАРГОР, ЗАРЗОР, КЛАНКЛОН, ТВАРТВОР пишем то, что слышим. Например, ЗАГАР, ЗОРИ, КЛАНЯЮСЬ, ТВОРЧЕСТВО. В безударной позиции в корнях ГАРГОР, КЛАНКЛОН и ТВАРТВОР пишется буква О. И только корень ЗАРЗОР отличился. В нем в безударной позиции пишется буква А. Например, ЗАРНИЦА, ОЗАРИНИЕ. Ну и, конечно же, в этом правиле мы не можем обойтись без слов-исключений. Пожалуйста, запомните их. ИЗГОРЬ, ПРИГОРЬ, ВЫГОРКИ и УТВАРЬ. Второе условие – это буквы, которые следуют за А, О в корне, либо после корня. И это условие относится к корням. КАС-КОС, ЛАК-ЛОЖ, СКАК-СКОЧ, РАСТ, РАЩ, РОС. Предлагаю вам запомнить одну фразу. Предложил прикоснуться к выращенному скакуну. Эта фраза поможет вам вспомнить правило. Как звучит правило? В корнях КАС-КОС пишем букву А в том случае, если после корня есть буква А. Если буквы А после корня нет, значит в корне КАС пишем букву О. Например, КАСАТЬСЯ-КОСНУТЬСЯ. КОСНУТЬСЯ. В корнях ЛАК-ЛОЖ, перед буквой Г пишем букву А. Перед буквой Ж пишем букву О. Например, ИЗЛАГАТЬ-ИЗЛАЖИТЬ. В корнях СКАК-СКОЧ, перед КА пишем букву А. Перед ЧЕ пишем букву О. Например, СКАКАТЬ-БЫСКАЧКА. В корнях РАСТ-РАЩ-РОС. Перед СТ-ИЩА пишем букву А. Перед С пишем букву О. Например, РАСТЕНИЯ-ЗАРОСЛИ. И, пожалуйста, особое внимание обратите на слова-исключения из этого правила. Третье условие написания АО – это значение корня. И это условие относится к корням МАК-МОК и РАВН-РОВН. Ребят, снова предлагаю вам выучить одну фразу, которая поможет вспомнить и сами корни, и само правило. Выровняв спину, обмакнул перо в чернильницу, решил уравнение и промокнул его промокашкой. А теперь обратимся к правилам. Корень МАК используется в значении «погружать в жидкость». Например, «обмакнуть пряник в сметану». Корень МОК используется в значении «впитывать в жидкость». Например, «непромокаемые сапоги». Корень РАВН используется в значении «быть одинаковым таким же равным». Например, «поравняться с пешеходом». Корень РОВН используется в значении «ровный-гладкий». Например, «выровнять грядки». И традиционно, ребята, несколько слов-исключений из нашего правила. Запомните их, пожалуйста. А еще нельзя забывать про корень ПЛАВ-ПЛОВ. Как звучит правило? В корне ПЛАВ-ПЛОВ всегда пишется буква А, за исключением слов ПЛОВЕЦ, ПЛАВЧИХА, ПЛЫВЛОН. Что ж, на этом мы изучили наше правило. Теперь предлагаю закрепить теорию на практике. Приступая к выполнению тестового задания, я советую вам пользоваться определенным алгоритмом рассуждения. Что он из себя представляет? Первое, что я делаю, определяю корень слова. Затем я пробую отыскать его среди корней с чередующимися гласными. Если я его там не нахожу, значит, перехожу ко второму пункту. Пробую подобрать однокоренное или форму слова так, чтобы пропущенное гласное оказалось под ударением. Если это не удается, тогда я понимаю, что передо мной словарное слово. И нужно вспомнить, как оно пишется. Сейчас вы видите пример тестового задания. Пишется А на месте пропуска в словах. Первое слово ПЛАВНИК. В слове ПЛАВНИК я выделяю корень ПЛАВ. Вспоминаю, что в корнях ПЛАВ-ПЛОВ всегда пишется А, за исключением слов ПЛАВЕЦ, ПЛАВЧИХА, ПЛЫВУН. Второе слово ЗАГОРЕТЬ. Выделяю корень ГАРГОР. Вспоминаю, что в корнях ГАРГОР на месте безударного гласного пишется буква О. Третье слово ЗАРАПОРТОВАТЬСЯ. В слове ЗАРАПОРТОВАТЬСЯ выделяю корень РАПОРТ. Этого корня нет в правиле с чередующимися гласными. Поэтому подбираю однокоренное слово РАПОРТ. Четвертое слово ПОРОСЛЬ. В слове ПОРОСЛЬ выделяю корень РОС. Вспоминаю, что в корне РОС, РАСТ, РАЩ, перед С пишется буква О. Пятое слово ПАНОРАМА. Слово ПАНОРАМА имеет корень ПАНОРАМ. Нельзя подобрать однокоренное или форму так, чтобы пропущенное гласное оказалось под ударением. Это словарное слово. Надо запомнить, что оно пишется с буквой А. А сейчас поставьте, пожалуйста, видео на паузу и оставшиеся пять слов попробуйте разобрать самостоятельно. Надеюсь, вы честно прорешали задание. А теперь давайте сверимся. Шестое слово ВЫРОСЧЕННЫЙ. В корне РАЩ перед буквой Щ пишу А. Седьмое слово КАВЫЧКИ. Корень КАВЫЧ. Такого корня нет среди корней с чередующимися. Нельзя подобрать однокоренное или форму, поэтому это словарное. Надо запомнить, что в этом слове пишется буква А. Восьмое слово СКЛОНИТСЯ. В корнях КЛАН-КЛОН в безударной позиции пишется буква О. Девятое слово ПОЛОСКАТЬ БЕЛЬЁ. Корень ПОЛОСК. Такого корня нет среди корней с чередующимися, значит подбирают накоренное. ПОЛООЩИТЬ. Сомнительное гласное оказалось под ударением, значит в слове ПОЛОСКАТЬ пишу букву О. Десятое слово ПОЛИСАДНИК. КОРЕНЬ ПОЛИСАДНИК. Такого корня нет среди корней с чередующимися, значит подбирают накоренное. Не получилось, значит это словарное слово. Пишу букву А. Если вы все-таки допустили ошибку при выполнении теста, то, пожалуйста, еще раз вернитесь к теории и внимательно изучите ее, а также прорешайте тест. Надеюсь, этот видеоурок был вам полезен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok